Добрый вечер, в эфире Тагил ТВ. Итоговый выпуск новостей. В студии для вас работает Сергей Копылов. Отчет о самых интересных, важных и значимых событиях уже подготовили мои коллеги. Смотрите сегодня в выпуске. С потолка дождь, за пределами комнаты шум. Поток проблем льется на одну жительницу дома номер 66 по улице Красноармейская. Кто создает ей эти проблемы и кто от них избавит? Из Севильи в Нижний Тагил накануне в наш город с концертами приехал органист Хесус Сан-Педро Маркес. Почему музыкант покинул жаркую Испанию ради заснеженной России? И снова гости в театре кукол постигают куриные науки. Режиссеры Санкт-Петербурга ставят на тагейской сцене новый спектакль «Невезучая курица». С потолка дождь, за пределами комнаты шум. Поток проблем льется на одну жительницу дома номер 66 по улице Красноармейская. Женщина требует дать ей новое жилье. Кто создает ей проблемы и кто избавит ее от них? Разбирались сотрудники администрации города вместе с полицейскими. Хлопотать по хозяйству она давно перестала. Делать в комнате ремонт желание говорит нет совсем. Соседи, уверена, женщина, обязательно вмешаются. Регулярно, рассказывает она, в ее интерьер жильцы сверху вносят новые узоры. Топят наркоманы и алкоголики там. Вселились, живут, комнаты снимают и командуют там. Часто топят там? Часто. Третий год уже, раз в шестой. Уже третий год пишу жалобы. А соседи те, что не под действием алкоголя, уверяют, это их общая проблема. И в место, где течет, ведут сами. Вот, где течет. Говорят, трубка прорвалась, а сделать некому. Поэтому под такую капель подставляют кастрюлю. А когда пропускают ее наполнение, излучается потоп. Но Татьяну Шумилову не только дожди сверху беспокоят. Соседи на этажах не дают спокойно отдохнуть. Мой дом продали, газетная 75, Смирнова с Диденко продали. Поставили на капитальный ремонт и продали. И вот дали мне аварийное жилье. Сначала-то было все нормально, пока тут вахта сидела и комендант был. А как отдали на приватизацию, как начали тут всех администрация вселять. Наркоманов да алкоголиков да кто отсидел. Эти комнаты в прошлом собственность общежития. Теперь Красноармейская, 66, жилой дом и находится под покровительством управляющей компании. Сегодня глава администрации Ленинского района дал распоряжение, как минимум, провести в здании ремонт. Ну и конечно надо очень внимательно смотреть на ситуацию с заселением этого дома. Очень много квартир пустых, пустых, заселенных людьми. Мы пока не понимаем, имеют ли право люди занимать эту жилплощадь или нет. Будем разбираться. И кажется, уже нашли ответы на главный вопрос. Вахту общежитскую не восстановят, но порядок наведут. Сделают ремонт в одном из помещений и установят в доме пункт охраны. Елена Терехова, Александр Штраух, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Точно по адресу. Несколько сотен людей сегодня пришли рассказать главе города о своих бедах. Сергей Носов позвал во дворец школьников жителей целого района Ленинского. Ответ перед населением держали и заместители мэра. На вопрос тагильчан отвечали в течение нескольких часов. Что тревожит горожан и как прошла встреча, расскажем завтра в итоговом выпуске новостей на нашем канале в 2020. Как дальше жить? Такой вопрос задали и жители поселка Покровское представителям власти. Накануне к ним приехали главный полицейский Ибрагим Абдул-Кадыров и заместитель главы города Константин Захаров. На встречи побывала и наша съемочная группа. У поселковой администрации накануне собрались все неравнодушные к будущему населенного пункта. Чиновников долго ждать не пришлось. Вопросов у жителей накопилось много. Начали с самых наболевших. Носится на огромной скорости, в пьяном виде, без номеров. Скорость вообще невозможная, без прав. По поселку вообще. У нас ни одного знака нет. Вопрос установки знаков и ограждения жилой зоны от правонарушителей начальник муниципального управления МВД Нижнетагильская Ибрагим Абдул-Кадыров решил на месте. С завтрашнего дня экипаж ГАИ здесь будет у вас работать. Договорились? Да. Они будут наводить порядок. Потом не жалуйтесь на сотрудников полиции, что скоро поступают с ними. Дорожный вопрос далеко не единственная проблема. В поселке нет нормального помещения для работы участкового. Этот вопрос чиновники также пообещали решить в ближайшее время. Пункт приема населения стражами правопорядка появится в здании бывшего клуба. Правда, перед этим его предстоит отремонтировать. На все жилищные и коммунальные вопросы жители отвечал заместитель главы города Константин Захаров. Проблемы с водокачкой, ремонтом и строительством объектов управляющими компаниями взял под свой контроль. В следующий раз с жителями поселка представители власти намерены встретиться через месяц. Игры для настоящих мужчин. Сегодня прошли областные соревнования «Кадетская слава». Их участники – учащиеся школ Нижнего Тагила и Верхней Салды. Лучших кадетов выявляли на нескольких пусть и минимально приближенных к боевым, но сложных этапах. Наша съемочная группа наблюдала за баталиями. Пробежать, проползти, поразить мишень, обезвредить мину, оказать первую помощь и нейтрализовать врага – задача сложная. Но не для этих ребят. Они кадеты – участники ежегодных соревнований «Кадетская слава». Мы ежегодно уже в пятый раз проводим такие соревнования. Прибыли кадетские школы из города Нижнего Тагила и Салды. Всего в военно-патриотических играх участвуют 8 команд. В каждой по 10 бойцов. В основном – старшеклассники. Основных этапов три – военизированная эстафета, пейнтбол и конкурс капитана. В ходе первой ребята прошли нешуточную полосу препятствий. Здесь и бег на лыжах, и пешая прогулка, и разминирование мин, и применение навыков туризма и альпинизма. По словам самих участников, главное здесь – физическая сила и выносливость. Очень интересно. Почему? Ну, подготовка к будущему, подготовка вообще спортсменов. Всем желаю того же самого – пройти. Так же эти испытания хорошо. Судейская коллегия на этих играх строгая. Здесь и представители спортшколы, и тагильские омоновцы, и представители казачества. Все считают здесь игры для настоящих мужчин. Для молодого поколения, будущих защитников нашей Родины, спортивные занятия, все эти упражнения на свежем воздухе. Для развития молодого организма крайне все это необходимо. Тем более, все они будут будущими воинами, защитниками нашей любимой Родины, России. За кем победа покажут результаты игры, а в целом и бойцы, и организаторы считают – главное – это командный дух и сплоченность. Итоги соревнований Кадетская слава подведут завтра. Победители получат заслуженные награды. Из Севилии в Нижний Тагил накануне в наш город с концертами приехал органист Хесус Санпедро Маркес. Почему музыкант покинул жаркую Испанию ради заснеженной России, узнал Александр Мешков. Хесус Санпедро Маркес репетирует испанское произведение 17 века, которое привез для тагильчан. В России он впервые. Привычные для нас вещи кажутся ему удивительными. Например, «Снег в родной Севилии» последний раз выпадал 80 лет назад. Все, что я знал о России, только из рассказов моей жены Татьяны. Приехать сюда и увидеть все, усланное снегом, свет, который ослепляет, удивляет очень сильно и кажется очень красивым. Жена Хесуса Татьяна – тагильчанка. В Испанию уехала, чтобы изучать язык. Познакомились они через общих друзей. С тех пор все время вместе. Хесус выступает с концертами и преподает по всей Европе. Татьяна давно хотела привезти его в Россию. Как патриот я очень хотела поделиться с людьми, с моими родными горожанами. И однажды, присматривая Фейсбук, я увидела Нижнетагильскую консерваторию. Нижнетагильская филармония устраивает концерты органной музыки уже 8 лет. Примерно три раза в год к нам приезжают российские и зарубежные органисты. Та программа, с которой приехал Хесус, это тоже программа уникальная, для нашего города совершенно незнакомая. Это испанская музыка органная, которую никто не знает. В Тагиле просто она не звучала. Особенность испанского органа – система троп, которая дает звучание военного оркестра. В программе Хесуса старинные и романтические произведения испанских авторов. Концерты состоятся 1 и 2 марта в зале Культурно-просветительского центра Новоапостольской церкви. Александр Мешков, Вадим Усков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ. И снова гости. В Театре кукол постигают куриные науки. Режиссер из Санкт-Петербурга приехала в Нижний Тагил, чтобы им научить тагильских коллег. Гости из северной столицы вместе с актерами готовят новый спектакль «Невезучая курица». Мы понаблюдали за этим процессом. В подсказках эскиза Татьяна Стрелкова не нуждается. Костюмный сценарий она выучила на зубок. С осени бумажные образы оживляет швельной машинкой и нитками. Сейчас самое главное, говорит, доработать детали. Нужно понять эскиз художника и выполнить то, что задумал художник. Куклы готовы тоже и также нуждаются в доработке. За внешним видом каждой строго следит столичный режиссер Светлана Дорожка. Ведь их в спектакле будет огромное множество. И они должны быть не только безупречны внешне, но и удобны актерам. Роем кукол будут управлять только трое служителей Мельпомены. Играют четыре персонажа в этом спектакле. То есть чародей, невезучая курица, король и палач. Интереснее, наверное, все-таки сложнее, это все-таки чародей. Потому что он работает со живым планом. А остальные персонажи – это куклы. Главный герой нашего спектакля – невезучая курица. Она действительно невезучая, хотя очень волшебная. Про это вот вся история, про то, как курица не везет натурально. Она вроде бы такая волшебная, такая чудесная, куда уж дальше. Но невезение преследует ее просто. Постановка по мотивам одноименной сказки Ганса Фалады «Невезучая курица» в нашей стране не очень известный. Актеры в спектакле еще только погружаются, пока идет читка. Светлана – режиссер из Петербурга в Тагиле второй день. Но, несмотря на это, довольна как городом, так и актерами. Спектакль – это с очень необычным сюжетом. Я думаю, что наш зритель такого еще не видел. В жанре немножко клоунады спектакль. Вот много трюков, фокусов, много песен. И поэтому, мне кажется, будет очень интересно зрителю. Сотрудники театра «Кукол» к спектаклю теперь будут готовиться каждый день до премьеры две недели. 13 марта они назначили дату первого спектакля. Тогда и раскроют тайны о невезучей курице тагильчанам. Елена Терехова, Александр Штраух, Егор Егошин. Новости Тагил-ТВ. Штаны с большой буквы – так назвал свою книгу тагильский писатель Борис Тилков. Сегодня он презентовал ее в Центральной городской библиотеке. Чем может заинтересовать книга тагильчан, расскажут наши корреспонденты. Среди моих читателей признается Борис Тилков – женщин гораздо больше, чем мужчин. Он пишет про тагильчан и для тагильчан, потому что вырос и живет здесь. Пейзажи и события в его книгах знакомы всем нам. Там даже орудники третьего интернационала. И вот такие близкие выражения – наши. Вот наши все. Даже читаешь и думаешь, написал, как будто человек, не писатель, а как будто человек, который живет среди нас. Борис Тилков пишет с 14 лет. Начинал со стихов, но вскоре перешел на прозу. Окончил горный техникум, сменил много профессий, но литературе был верен всегда. Вдохновение черпает из жизни – встреч, разговоров, событий. Кладезь им является для творчества. Просто можно черпать сюжеты. Это поездка в маршрутки. Там у меня даже желание было писать книгу «Маршрутка». На сегодняшний день у него издано больше 20 книг. Новая – штаны с большой буквы, сборник рассказов о детстве, юности, службе в армии. Название, признается автор, связано с ностальгией по молодости, когда джинсы являлись культовой одеждой. На презентации книги читатели разделили с автором его ностальгию. «Встает образ эпохи, в которой мы жили, ну пусть мы чуть постарше, и очень много знакомого, очень много доброго». Книга Бориса Тилкова «Штаны с большой буквы» скоро появится в библиотеках города. Александр Мешков, Вадим Усков, Анатолий Тютин. Новости Тагил-ТВ. Такова была информационная картина уходящего дня. Если вы стали очевидцем уникального события или успели снять происходящее на видеокамеру, присылайте нам по электронному адресу www.tagiltv.ru, раздел «Сообщи новость». Или звоните по телефону 4195-51. Делайте новости вместе с нами. А впереди вас ждут новости спорта. О них расскажет мой коллега Александр Сальников. Всего доброго и до встречи. В Нижнем Тагиле юные шахматисты со всей России сражаются за звание лучшего. Сегодня в кинотеатре «Красногвардейц» торжественно стартовал третий всероссийский детско-юношеский турнир памяти первого уральского мастера Степана Левицкого. В этапе Кубка России 2013 примут участие мальчишки и девчонки от 9 до 15 лет. Прийти и поболеть за юных представителей интеллектуального вида спорта могут все желающие. В Нижнем Тагиле появился новый баскетбольный турнир. Федерация Союза Казаков по Горнозаводскому управленческому округу совместно с Дисуша и Питер перед Днем Защитника Отечества провели турнир «Уральский казак». В соревнованиях приняли участие шесть команд. В младшей возрастной группе среди 10-летних юношей победу одержали воспитанники Дисуша Старый Соболь. Среди баскетболистов в 10-12 лет лучшими стали воспитанники Дисуша и Питер. Как рассказали нам в Управлении по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики муниципалитета, победители получили медали, кубки и памятные подарки. Капитан Спутника Виталий Желяков – один из лучших игроков ВХЛ. В обзоре последней игровой недели регулярного чемпионата высшей хоккейной лиги официальный сайт ВХЛ отметил капитана Спутника Виталия Желякова в числе действующих лиц чемпионата. Воспитанник Тагильской школы хоккея сполна воздает родному клубу не только преданностью, но и результативностью. Виталий Желяков нынче провел свой лучший сезон в ВХЛ, заработав красивые 35 очков при показателе полезности плюс 15. А в последних четырех матчах Виталий Желяков отметился забитыми шайбами ворота соперников. В играх с Рубином и Ишстали Желяков отличился дублями. Напомню, Спутник закончил игры регулярного чемпионата на шестом месте, тем самым обеспечив себе место в плей-офф. Второй круг тагильчане начнут домашними играми с Динамо из Балашихи 3 и 4 марта. 7 и 8 числа команды встретятся в Балашихе и если четыре встречи закончатся ничейным результатом, то 10 марта состоится еще один матч снова в Нижнем Тагиле. О спорте на сегодня все, о самом важном и интересном мире спорта узнаете завтра в это же время. Александр Сальников, Егор Егошин, Новости спорта, Тагил ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова